И в продолжение темы реалий российских СИЗО. Заместитель прокурора Москвы Борис Марков собрался привлечь к уголовной ответственности сотрудника столичного СИЗО Бутырка Алексея Козлова. Он накануне рассказал радиостанции «Свобода» о многочисленных нарушениях в следственном изоляторе. По его данным, некоторые осужденные свободно передвигаются по территории учреждения. У некоторых из них есть доступ к социальным сетям, в которых они выкладывают фото, сделанные в камерах изолятора. Кроме того, Козлов рассказал, что некоторые осужденные платят за возможность выхода из СИЗО полусловно-досрочному освобождению. Сегодня в Бутырке прошло собрание сотрудников, на котором обсуждалось заявление Козлова. Сам он на него не явился, объяснив руководству, что взял отгул. Зато Алексей Козлов пришел к нам в студию. Добрый вечер. Также с нами за столом Владимир Осечкин, руководитель правозащитного сайта «ГУЛАГУ.нет». Приветствуем вас. Добрый вечер. Как отгул провели? Отгул я провел замечательно, но в 11 часов дня мне позвонили на телефон и спросили, почему я не нахожусь на работе. На что я ответил, что я ранее писал рапорт об отгуле, который мне положен. То есть у меня отработано фактическое количество часов за неделю. И на основании этого я попросил отгул. Я написал материальный рапорт, на который ответа никакого не получил. Ни отрицательного, ни положительного. Соответственно, это не первый случай такой. Поэтому я все вот эти игнорирования теперь буду трактовать в свою пользу. А почему вы вообще решили рассказать об этом? Я заявлял до этого ранее, что я просто-напросто уже устал от этих нарушений, от игнорирований. Служив 8 лет в уголовной исполнительной системе, я ранее не сталкивался с таким. Но вот в последнее время я столкнулся с тотальным игнорированием. То есть вы предупреждали свое начальство, что вы можете об этом заявить, если не будут приняты меры? Естественно. И они ничего не сделали? Что вы отвечали, да? Мне абсолютно ничего не отвечали. Я писал и рапорты, я и обращался на личный прием к начальнику изолятора. На что мне просто-напросто... Я не знаю даже, как это объяснить. Ну, дали отмашку вот таким образом рукой. Искали заниматься своим делом. А какое, на ваш взгляд, самое вопиющее нарушение? Вопиющее нарушение то, что создаются двойные стандарты для заключенных. Кто-то работает от зари до зари, кто-то свободно сидит в социальных сетях. Давайте Владимира попросим показать, вот у нас есть скриншот. Это заключенные? Это осужденный Антон Серяков, осужденный, отбывающий наказание в хозотряде, следственного изолятора номер 2 Бутырка. Этот человек сфотографировал в рабочем административном корпусе, в рабочем кабинете одного из сотрудников следственного изолятора. По-моему, это кабинет начальника хозотряда. Кабинет, да, начальник. Номер 39, да, Алексей, как вы нам сообщали. Соответственно, в социальных сетях помимо этой фотографии было еще порядка 8 фотографий, где Антон Серяков был запечатлен. Он сам себя фотографировал на видеокамеру, фотокамеру. Он свободно сидел на столе, на котором нарисован герб. Я так понимаю, что это служебный кабинет. И по этим фотографиям видно, что осужденный находился в административном корпусе, в служебном кабинете следственного изолятора без сопровождающего, где, безусловно, хранились какие-то документы, какие-то отчеты. И, соответственно, осужденного оставили один на один с документами. Что происходило там, сколько документов внесено изменений и сколько документов было уничтожено, одному Богу известно, об этом знает только Антон Серяков сам. Я считаю, что, конечно, это халатность со стороны сотрудников, которые это допустили. — Скажите, Алексей, вы же понимаете, что теперь будет какой-то ответ со стороны системы. Вам вообще нравится работать в Бутырке? — Мне нравится работать в системе, в уголовной исполнительной системе. Я уже работаю там 8 лет. Но вот с подобным отношением я столкнулся недавно. То есть именно в этом изоляторе, когда перешел на службу в этот изолятор. — Вы хотите остаться там работать? — Конечно, я буду добиваться того, чтобы я остался в уголовной исполнительной системе. — Именно в Бутырке или для вас это не играет значение, роли? — Ну, по большому счету, конечно, не играет. Но сейчас уже я займу принципиальную позицию. И никаких оснований для увольнения я не вижу. Поэтому я буду добиваться того, чтобы остаться именно во втором следственном изоляторе. — А у вас есть какие-то доказательства? Или это ваши личные, так скажем, предположения, что некоторые осужденные пользуются такими привилегиями? Почему? — Ну, по-моему, доказательства очевидны. Это своего рода даже вещественные доказательства. — Я понимаю, почему они пользуются такими поблажками? — Почему они пользуются такими поблажками? Возможно, это какая-то коррупционная составляющая. То есть конкретно, конечно, никаких передач денег и чего-то прочего я не видел. Но помимо каких-то денежных средств, возможно, и другие формы протекционизма. То есть другие формы оплаты. К примеру, вот у меня есть передо мной некое заявление от копия, я подчеркиваю, копия, ксерокопия, которую я сделал, от некой гражданки Алёхиной Натальи Анатольевны, в котором излагается. Прошу вашего разрешения передать моему сыну Алёхину Александру Александровичу, 87-го года рождения, который содержится у нас в изоляторе, отбывает срок, содержится в отряде хозяйственного обслуживания, для нужд хозяйственного отряда ламинат, 7 пачек, 8 плентусов, 20 литров грунтовки, шланг электропроводки. — Отремонтировали там что-то? — То есть, видимо, я понимаю, что, может быть, наша пенитенциарная система уже настолько развилась, что помогает развивать какие-то таланты у осуждённых. Может быть, господин Алёхин имеет какую-то склонность к ремонту, то есть у него, видимо, открываются какие-то наклонности, какой-то талант. И начальник изолятора ставит свою резолюцию «разрешаю», а начальник отдела по воспитательной работе, то есть который непосредственно курирует работу хозяйственного отряда, некто Газалиев, ходитайствует по существу заявление. Это было 28 апреля 2011 года. — При этом приём от физических лиц гуманитарной помощи для следственных изоляторов, конечно же, запрещён. — И этого по закону сделать нельзя. То есть фактически на данный момент мы видим, что была создана система, где, по крайней мере, если мы не фиксируем факты получения денежных средств, то есть факты, когда родственники осуждённых передают для своих родственников строительные материалы. Безусловно, самому осуждённому, находящемуся в следственном изоляторе, строительные материалы не нужны. У него нет собственной комнаты, в которой он живёт. Есть комнаты, которые являются, соответственно, частью здания бюджетного учреждения, которое ремонтируется на бюджетные деньги. — Ну это понятно, да, для чего делается. Скажите, а почему вы официально не пишете заявление в прокуратуру, если есть факты нарушений? — Я пытался обращаться и к вышестоящему руководству, но, как я объяснил, начальник изолятора мне дал отмашку, показав вот этот жест. И по той причине я обратился в общественную организацию и как-то привлёк это внимание через СМИ. Потому что даже сегодня, 23 ноября, временно исполняющий обязанности начальника московского УСИН Тихомиров заявил РИА Новости о том, что данные нарушения не подтвердились. И то, что эти фотографии были выставлены в 2010 году, я подчёркиваю, в 2010 году некий Антон Сиряков выставлял эти фотографии. По данным фактам была проведена проверка и были наказаны виновные лица. — Весной. — Весной, да. — В 2011 году. — Но до сегодняшнего дня Антон Сиряков содержался в изоляторе. Никаких мер взысканий к нему по этому поводу не применялось. Сразу после публикации 14 ноября он был выдворен в штрафной изолятор. То есть они признали факты нарушения. И я так понимаю, что либо начальника московского УСИН Тихомирова ввели в заблуждение, либо это откровенная ложь. То, что Антон Сиряков заходил в 2010 году на свои аккаунты в социальные сети, когда там есть чёткие даты и даты выставления фотографий. Это 2011 год. — Алексей, а вот вы один такой в поле воин? Или всё-таки ваши коллеги вас тайно не готовы сюда прийти, но всё же поддерживают? — Конечно же поддерживают. И причём их более, я так думаю, что большинство, не все, я скажу сразу, что есть не все, кто поддерживает. Кто-то не понимает, кто-то говорит, что ты всё равно ничего не добьёшься, сочувствует своего рода. Кто-то поддерживает, но пока, к сожалению, тайна. — Очень такая громкая тема в последнее время и трагическая. Много смертей в СИЗО. Мы постоянно на это обращаем внимание. И, в общем-то, так или иначе причастны, или не то чтобы причастны, но рядом находятся сотрудники этих следственных изоляторов. Если вы говорите, что большинство людей поддерживает вас, почему они ничего не делают в этих случаях? Ведь врачи, сами те, кто следят за заключёнными, они могли бы каким-то образом влиять на ситуацию? Писать опять же эти самые заявления, рапорты, бить тревогу, ну и так далее. — Могли, конечно же, могли. Но, как я опять же говорю, вот это вот тотальное игнорирование, когда я пишу рапорт, мотивированный рапорт, чтобы мне предоставили документы, к примеру, в течение трёх дней, как это описано в законе, абсолютно никаких ответов я не получаю. Также и сотрудники, которые, как вы говорите, бьют тревогу, они просто-напросто не получают никаких ответов, просто отмашки. По поводу медицинской помощи я могу заявить точно, что скорая помощь, которая, к примеру, прибывает в следственный изолятор, она там может находиться в течение нескольких часов. По какой причине она находится там несколько часов? Почему так долго готовится экстренная госпитализация заключённых? Я тоже не могу понять. И, чтобы мне не быть голословным, эти сведения могут подтвердиться так называемым видеоархивом. То есть в следственном изоляторе всё происходящее фиксируется на видеокамеры. Всё абсолютно снимается. Документально это подтверждается. То есть въезд скорой помощи ставится, отметка время, когда она заехала в следственный изолятор, и выезд. По этим данным можно проверить и уже задавать чёткие вопросы, по какой причине данная скорая помощь находится столько времени в изоляторе. Почему задерживается выезд? А сейчас в Бутырке есть тяжелобольные люди? Да, и сейчас есть тяжелобольные, но они сейчас вывозятся в другие лечебные учреждения. К примеру, вот недавно, уже, наверное, более месяца содержались двое заключённых в инфекционной больнице. Причём я хочу подчеркнуть то, что они содержались в инфекционной больнице с диагнозами ВИЧ и гепатит и пневмония. При этом, ещё одно нарушение, в одной же в этой палате, с двумя этими заключёнными, содержалось пять сотрудников. Прямо в палате с инфекционной больными, в которую даже медсёстры входят с масками и буквально на короткое время сделают какие-то процедуры. А сотрудники, пять человек, там содержались более суток, в течение нескольких дней. То есть это уже более месяца там они содержались. Фамилии этих заключённых я даже могу назвать, я их сейчас помню на память. Это заключённые Шевченко и заключённые Ивлев. Вторая инфекционная больница города Москвы. Спасибо. Наши зрители советуют вам создавать профсоюз. С нами в студии были Алексей Козлов, сотрудник московского СИЗО номер 2 «Бутырка» и Владимир Осечкин, руководитель правозащитного сайта «ГУЛАГУ.НЕТ». Спасибо.